Абсолютно неожиданно. Пришел я в техникум, то есть техникум в училище, чтобы получить диплом. Когда началась Великая Отечественная, Кави Хасанову было 16. Выпускник Челябинского техникума, он шел за дипломом слесаря. Вместо выпускного – новость о начале войны. В училище ходят уже в военной форме, и директор, и некоторые мастера в военной форме. То есть они, наверное, были запасниками, поэтому их уже успели призвать. Через неделю его с сокурсниками отправили на завод. Двух братьев Кави забрали на фронт. Сам он добровольцем ушел в 1943-м. Воевал на Смоленском, Белорусском, Украинском фронтах. Даже после ранения сражался за родину. Избегал только заместителя командира дивизии, чтобы он меня с тросточкой не застал. Меня предупредили, если ты с тросточкой попадешь, он тебя отправит в тыл. Все страдали, все охох, а мы так просто. Но мы еще не сознавали, что война такая будет голодная, холодная. Серафиме Римской 21 июня 1941 года исполнилось 13 лет. На следующий день после дня рождения началась война. Помнит, как все плакали в этот день. Отца забрали на фронт. С этого дня у нее и закончилось детство. Нас гоняли рубить дрова. В то время были паровозы. И для фронта мы, каждый ребенок должен был по кубометру вот такой толщины дрова напилить. Вышли из клуба, разошлись. В этот вечер уже несколько часов начнется война. Об этом никто не знал. Сельская молодежь каждый день после работы собиралась на танцы в клубе. До ночи гуляли и 21 июня, вспоминает Зинанд Харулин из села Шамбулхчи Апастовского района. Утром из соседнего села пришли и сообщили. Началась война. Плакали женщины, потому что ждет, пока придет повестка. Уже некоторые ушли на войну. Забрали некоторых, 20 больше человек уже первый день собрались. Зинату Харулину в июне только исполнилось 18. Повестку ему принесли в августе 41-го. Прямо в поле, где он работал, тут же пошел прощаться с матерью. Подошел к ней, она уже чувствовала, что что-то не то. Сказала, что повестка. Я сейчас же уезжаю в военкомат. Обнялись. Зинат Харулин признается. Те страшные дни помнит, как сегодня. Прошел всю войну. Освобождал Московскую, Калужскую, Смоленскую, Калининскую, Брянскую области, Белоруссию, Польшу. Дошел до Кёнигсберга. После войны Зинат Харулин закончил педагогический институт, работал учителем географии, был завучем и директором местной школы, заслуженный учитель Татарстана. И сегодня вспоминает начало войны со слезами на глазах.